Привет, друзья! Видите, чайник кипит. Вот так и человек бывает. Мозг взрывается, давление поднимается. Пар надо выпустить. Видите, чайник пар выпускает. Завтра будет ликбез. Потому что мне пишут многие люди, вот погода меняется, что делать, не могу спать, накапливается напряжение, что делать. Но я же всем говорю, смотрите ликбезы. Слово ликбез. Откройте ютуб канал, подпишитесь на него. И вообще, у нас очень много штампов. Нас, например, научили пить воды такое количество, а 2 литра не меньше там и так далее. Это очень важно для организма и так далее, и так далее. Но есть люди, у которых, ну, это чайникное давление высокое. Есть люди, которые страдают. Ну, представьте себе, этот человек наканчивается водой. Ну, что с ним может быть? Ну, естественно, естественно, он страдает и не понимает от чего. Поэтому воду пить надо, как требует организм, а не столько, сколько, как вам кажется, что надо. Ну, вы понимаете, в чем дело? Ну, слушайте себя, пожалуйста. Потом мне задают вопрос, почему я не занимаюсь политикой. Все занимаются политикой, политикой. И даже там говорят, если ты не занимаешься политикой, то политика до тебя достучится. Ну, это понятно все, чепуха это все. Я не занимаюсь политикой, вот почему. Политика это вообще-то, она нужна человечеству для того, чтобы могли люди сохранять мир на планете и созидательность. Сохраняя свои какие-то национальные интересы. Ну, географии своей, там, страны своей, государства. Но при этом, чтобы был мир на планете, миротворчество, чтобы было. А политика вообще превратилась в борьбу за власть. Ну, поэтому я не занимаюсь политикой, потому что там нет решения главных вопросов. Все политики, которые там вот выступают, и критики этих политиков во всем интернете, они же не дают никакой свежей идеи. Ну, вы сами обратите внимание. Ну, одно и то же критикуют и критикуют и критикуют и критикуют и критикуют, и всех критикуют. Ну, общество-то у нас вообще воспитано обезволенным. Люди же сами своей головой не думают, потому что они в формате потребителей. Вы представляете, они все время ждут, обычно, большинство людей, что кто-то за них что-то решит. Да, они вот так смотрят, вот меня тоже смотрят иногда в интернете. Что-то у вас там шума много в кадре, убрать бы шум. Ну, что за потребительство такое? Ну, вы поймите, что это работа, и я никому ничего не должен. Я дарю вам то, что я делаю, бесплатно. А вы еще мне там критику пишите. Да, вы сами сделали когда-нибудь такое, ну, берите этот шум у себя, поделитесь, поделитесь, как это сделать, дайте совет. Вот это будет совместное созидательное творчество. Совет дайте. А что там, что-то шума там у вас много в кадре. Ну, молодцы какие, а? Молодцы. Ну, ну, что сказать, друзья. Ну, хорошо, я в следующем ролике скажу, как же все-таки сделать так, чтобы был мир на планете, как сделать так, чтобы сократить кризисы и войны, как преодолеть эти пандемии, и как не поддаваться манипуляциям. Чтобы сохранять ясность ума, чтобы остудить его горячим сердцем. Как это соединить? Чтобы развивать человечность. О человечности надо думать, потому что здесь суть вопроса. Человечность в человеке – это сопереживательность. Это и есть любовь, это и есть Бог. О чем все время говорят? Только там кладится Богу, а надо иметь в себе этого Бога. Имеется в виду, что человечность, сопереживательность, любовь. Да, не только к себе, хотя даже к себе научиться, тоже целая история. Ну, таким образом, друзья, до встречи, контакт развиваем, потому что если развиваем в себе человечность, расширяется поле внимания, увеличивается отклик, отклик улыбок, появляется дружба и ответственность за свои поступки. То есть появляется у человека воля, потому что сегодня он обезволен, потому что ему все время внушают, что от него ничего не зависит. Да. И делает из человека биоробот.